Сегодня особый день, сегодня день десятого кислева, вчера был день девятого кислева, день девятого кислева это день который в нём 193 года тому назад. Второй любовьский ребер Абдов Беэр Шней Ури вернул свою душу Всевышнего и он родился и вернул свою душу в этот же день девятого кислева и сразу в этот день десятый кислев это был день его освобождения когда его тогда арестовали и мы отмечаем эти два дня первый день как день рождения сегодняшний день это день его праздник это святые дни я думаю что в эти дни Вишня нам особо поможет чтобы урок наш пойдёт хорошо и чтобы мы действительно могли получать особое удовольствие от этого урока укрепляет каждый в себя. Я хочу выразить особые благодарности Ребзалмен Трамбовецкий который сделал большой вирс чтобы этот эфир состоялся после того что были большие технические проблемы после заслуга этого урока поможет его быть благословлённым Цивишнему во всё что надо его и его семья. Тогда друзья мы у нас уже есть адрес куда отправить куда адрес урок для тех которые хотят садиниться под ругомо мим сейчас это вفسю от правла им и можем отправиться в путь и учиться в добрый шестливый час. Жизнь Яков Авину Жизнь Яков Авину действительно очень активный и интересный жизнь. Жизнь Яков Авину 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 Жизнь 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Я не достоин читать здесь, в такой почетной трапезе Зимун. Почему? Поскольку, как известно, у меня есть два сыновей. Правда, у меня родился один сын Цадик, Ицхак, но у меня же родился тоже сын Ишмаэль. Так что я не достоин сделать Зимун в этой особой трапезе. Тогда предоставляется этот бокал к Ицхок. Ицхок Авинов скажет, нет, я тоже не достоин, у меня тоже два сыновей. Один Цадик, что это Яков, но у меня есть еще один сын, Эйсов. Поэтому и причина скажет Ицхок, я не достоин читать Зимуны в этой особой трапезе. Передадут этот бокал кому? К Яков. Интересно, что скажет Яков. Вроде бы у Яков все двенадцать сыновей, все цадики. У него вроде бы нет никакая причина, чтобы отказаться, чтобы не выполнять этой почетной должности читать Зимун в этой особой трапезе. Но Яков тоже отказывается. Знаете почему? Яков говорит, я не достоин. Я же нерушал, закон Тора. Я же жен нилса надвера дни сиостре. Я же нилса надвера дни сиостре. Такой бишь, которая потом Тора запрещает. И в главе אחраи, в книга ваикра Тора Строга запрещает, такой бишь. Яна Рушал, каверит Яков, запрет Тора. Если яна Рушал запрет Тора, такой Строга запрет Тора. Я не тоже не достоин читать здесь в этом патчотной столь, читать Зимун в этой особой трапезе. Читать Зимун в этой всем. И Яков от Хазальца. Талмуд завершает эту историю, что патчот, читать Зимуни, в этой особой трапезе. И он предоставлен к кому? Царь Давид. Давид Амелех. И апетемо Давид Амелех говорит, Кос ישу отеса. Увешем Ашем Екра. Это фраза, которая ми повторяя им каждой из сихот Шаббат. В тексте Абдала. И что мы видим? Яков сильно был беспокойен от этого факта, что он, что он же нилса на две родни сестра и он при этом унарушал закон Тора. Так же минаходим, книга Ялкут Шимони, מדраш Ялкут Шимони, Ялкут Шимони, Гавариц Ледуши. Когда Иосиф Билл Продан, 22 года, Яков Плакал, Яков Пиржевал, Яков Спашвиц, где Иосиф? Яков Абвинил сам Сибья. Яков сказал Следуши. Ой, 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 Гавариц Яков, я виноват. Я, что нилса на две сестра, это был мой грех, и поэтому сейчас бог меня на Казавит. То есть, когда мы смотрим то, что написано в Талмуд, то, что написано в Медраш Ялкут Шимони, мы понимаем, что их судьба, что эта история мучила Якова. Яков не спал спокойно. Он не был доволен своим личным поведением. И это действительно наш вопрос. Почему он тогда так делал? Почему он решил жениться, и на лея, и на рахель, вовремя, когда Тора и Това запрещает? Он мог же, когда, что он мог же, и ли, сказать себе, раз я уже женился на лея, вот, все с богом, наверняка так должен быть. И сказать, рахель, лея, рахель, извини меня, все, так получилось. Или, сказать лея, лея, извини, тут перезошла очень грустная ошибка. Это не должно было случиться. Твой папа виноват, он меня обманул. Поэтому пойдем к раввину и сделаем развод. И расходимся каждый свой путь в жизни, и я буду жениться на твою сестру, рахель. Но Яков почему-то ведет себя по-другому. Он думает, это самый неожиданный путь. Он сказал, ладно, я уже женился на лея, теперь я буду работать еще семь лет, чтобы ты дал мне возможности жениться и на рахель. И при этом он нарушает строгий запрет Тора. Давайте вернемся немножко к началу этой истории, чтобы все было для нас более ясно и более понятно. Как мы помним, Яков забрал благословение от Исав. Месси Исрифка, они по-хитрилис, и Ицхак, в благословения, которую он запланировал, но он дал млад, что он сделал, и Исав. Он дал млад, что он сделал, и Яков. После этого Исав страшно злился на Яков и хотел его убить. И поэтому Яков Билабиазен по приказу Ицхак и Ривка по-китат дому своих родителей, и отправился, его папа его сказал, что он запрещает его. Искать жена, искать невиста в странах Кинан, и он его отправила в родина его мама, к лаван, родной брат, мама его. И там, что Ницца наедна из дачерей лаван, брат, родной брат, его мама. На двоих родных сестра. Яков приходит, ждет возле Калодиц. И он спрашивает, вы знаете, тако это человек лаван, а вы знаете, где он живет. И он ему говорит, скоро будет идвудочка, Рахель, здесь, чтобы черпать води. И там начинается это изнакомство Яков с Рахель. Яков помог его, он надкрил Калодиц, он черпать глянии води, и вернионсер, и хадил в масте сни, кдома и у отца. Там он ждал мастец селей, а потом он попрасил улеван, хачу, женится, на тваю, младшая дочь Рахель. Пасколка лави Яков бил нишей, или фаз сын Эйсав в дорогу забрал у него все деньги, и сказал, и у него не были деньги заплатить расходы свадьбы, его часть свадьбы, он сказал, Лаван, я готов трудиться, семь лет буду работать, и за эту работу я заплачу все расходы, связанные со свадьбой. Яков знал, что лаван фэрист бальшои, и поэтимо, он его сказал конкретные слова, бэррахэль, рахэль, и зовут дочь Рахель, твоя дочь младшая, чтобы не оставить никакие открытые места, чтобы у лаван не будет никаких возможностей обманывать его, и придумать какие-то других вариантов, на кого, кого принести его на хупа. Эти семь лет очень быстро прожили, Тора говорит как низко лька дни, и пришел свадьбны и дочь. Яков билуверин, что сегодня на закрите лецо под хупа, риадам сним, бульит стаят, рахэль, но Тора нам рассказала и твайи, бэбокэр, он стал сутра, и это билаллея. Лаван его обманул. Местя тавошта бэпренисти, вэту и хупа рахэль, он на хупа пренес лея. Здесь пражавит как магли его обмануть, что он билсліпой, он и видил, он же знал рахэль, он знал лея. Твайна ходим среди каминтати ротора, две вариантов, как объясняет этот факт, как то, что там случилас. Одна версия, что это и свадьба, перезошла в пиатнецепос, лябеда на канун шабат. Как вилапринит, в тедней, много-много лет, всегда дали лихупа на канун шабат. И когда наступила шабат, Лаван знал, что Яков саблудай чабат, наше пра-ци. Они саблудали все законы тора, и шо дода раванья тора. И он сказал, патушит все свечи. Там билла, там билла полна и темната. Яков не мог убедит ее. И поэтому только сутра, он убедит ее лицоу, после ра-цвета. И он убедит, что это лея. Другая версия, о том, что они были блезняшки, которые очень были похожи, друг на другом. И поэтому, яков не мог за митчат. Тимболен нотше, когда тимно, и даже когда гарит цвича, что это лея, что это лея, это лея. Теперь рут рам, видит Яков что это лея, и как мне уже упоминали, он не идет к лаван, и паднимает скандал, и гаварит, хачу развод. Он не идет к рахал, и гаварит, и гаварит, и звени, но стучил, что-то всегда меня спасло, что это лея Субтитры создавал DimaTorzok Этот факт мучил Яков всю жизнь И мы тоже спрашиваем Если в Тора книговой икре написано Что строго запрещено Жениться на две сестры Пока они обе живы Как же Яков позволил себе это делать? Мы же знаем Что наши праотцы Аврам Ицхок и Яков Несмотря что они жили много лет до дарования Тора Но они взяли на себя устарожение Соблюдали все запреты Тора И выполняли все заповеди Тора Несмотря что Бог еще не давал Тора И Раши говорит интересную вещь Раши говорит в одной из пасуков Тора Что не только что наши праотцы Соблюдали запреты Тора Не только что наши праотцы Исполняли заповеди Тора Наши праотцы взяли на себя устарожение И устарожение И они заплодали И выполняли все заповеди И запреты которые запрещали мудрецы Дажа эти виши Катуры паевилис Менога-менога лед послених Тоже випалняли наше И праотцы Аврам Ицхок и Яков Если так спрашива и ца вопро И закуда мы видим этого Мы видим в поведении Абрам Когда пришли к нему ангеле Тора подчеркивает Он взял сначала Он их покармил Сливич наимасла И напаил ма лако А только после Тавод авалин кушаит мяса Тора говорит Что он наблюдал Что они не вмешивая Ма лако и мяса Когда Ицхок Попросил у Айсо веди Принеси мина мяса Что он его говорит Соно кельехо векаштехо Ты должен приготовить Твой инструмент Объясняет Раши Он его говорит Нож Который в нем Ты будешь провести Шхита В нем Который В нем Ты будешь резать Он должен быть Острый И очень Принят Как по закону Тора Ты должен его приготовить Иначе Это будет не вейла Меня будет Нельзя есть Это мясо То есть Получается Они все Все Строго Соблюдали И если так Спрашивается вопрос Как повел себя Яков Аяков что Он это в офисе Он не заблудал Он разрешал себе Нарушат Запрет И не мудрецы Запрет Тора Как что Он себе Позволил Перетем Что мы продолжим Поговорит Аяков Говорим Несколько Слова Лея Как Лея Приняя Приняя Участ Ва Ивета 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 Двеш Катар Иде Лея Папа Лед На леван Леван Бил Ферист Три Икалина царства Лея Сатурни 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 Продцесс Рахал Ана Абанула Ивета Ана Здел Левит Што Ана Иест Рахал Ине Лея Бил Бил Утрам Иоан Видит Иоан Говорит Што Он Видит Што Ит Лея Он Нан Напал Иоан Иос Казал Додж Ферист Додж Леван Ферист Патчемоти Мини Абанула Знаете Што Ана Имо Атвят Лея Ана Имо Сатурни Ктоб Иговорил Ти Што Сатурни Твоеву Атца Што Тебе Завут Айсав Што Ти Восстар Шейсин Атим Есть Претензия Камин Патчемоти Казал Што Мини Завут Рахал Ине Лея Ум Небил Хорош Ио Читил Та Ана Имо Сатурни Медраж Говорит Аттум Што Ти Год Сизнал Ли Аттум Што Ривка Два Син Ави Айсав Иак Ио Леван Двед Ачирей Лея Ир Ахал Им Междоних Билат Аку Дагавар Йон Сти Стар Шейсин Ривка Настар Шей Доч Леван Млад Шейсин Ривка Яков Намлад Шей Доч Леван По этой Причина Яков Сразу Искал От этих Две Доч Он Каво Искал Он Искал Рахель Он Знал Што Среди Доч Рей Леван Он Млад Шейсин И он Женит На Млад Шей Доч Леван Але Написано Што Она Всю Заплакала Она Знала Што Она Должна Выхад Замош Закаво Она Стар Шей Доч Застар Шей Син Ривка На Исав Но Здесь Штота Париз Шла Яков Викупил Уэйсав Пер Вер Род Ства По Закону Пачмо Яков Позволил Себя Забрат Блага Словения Пачмо Яков Позволил Себя Сказать Закаво Яков Яков Себя Штота Шей Син Он Он Благодаря Себя Он Он Покар Мил Тагед Яков Парад Ли Пар Штота и это что сказал ему лея сдарагой она его сказал он же не поменял и правило раз ты старший я старший значит старший сын ривка старший дочь лаван поэтому она сатрудничала она не поэт мо она ему говорила ты меня говоришь то я баннула я не обманула ты же сам сгазал что ты старший сын подшимоти сгазал что ты старший сын позакону ты бил старший сын ты вику пал си праве старшавасин он не убил хоро шият вит подшимоти он сгазал и хаччур ахэл ритмедраш браво литетава хизгони он жил в франции он говорит тут история била другая яков страшно побоялся айсаву он выкупил уйсаву первородство он забрал уйсаву благословение а сейчас представьте себе яков женится на лея что все знают что она принадлежит кому айсаву пришел ба исаву и сказал это роти у меня тоже забрал поэтому яков не хотел этого делать с первой начала то есть получается здесь такая история лея била мы можем паин лея била права поскольку по закон яков старший 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 дочь яков и сетава хацэл из бижат поскольку они хацэл садат новой причин на конфликт из айсав но по факту леван сделал то что сделал и лея сейчас и влаеца его закон ая первая жена интересна что потом она стала его главная жена и тогда мы возвращаемся к нашу вопрос не смертра за то что у лея был оправдывание почему она так поступила но яков тогда что бене нарушат закон то яков должен был и оставаться с лея и не жениться и на рахель или пепрошатца от лея сделал и такдаж и цена рахель но не нарушает премой закон то как он сибия пазвол и такдил рамбан рамбан говорит раби моша бен ахман очень очень интересный вещь он говорит интересный и вместе с тем страшный он вкладывается вот такой сенова говорит это правда что наше праци авраам ицхак и якоб они выпалняли все все заповеди тора без исключения и что дода раван и тора но говорит рамбан не везде кдэ они испалняли все заповеди тора только на хадя кдэ на святой земле только нахадя на святой земле израэль тогда они выпалняли все заповеди тора нахадя заприделах святой земле израэль там они не взяли на себе это и устаражения запалня все заповеди тора они сметра что они не объяз нахадя гбарит рамбан слэд гбарит рамбан тэк мени хаж гбарит рамбан тошта учили маих учили лей вруах хкодэш эврам учили псая тора вруах хкодэш ниспетра что боги шон едавал тора эврам учили псая тора и эврам саблудал псая закона тора только нахадя где на святой земле и такон васпитэ вэл сваево синь яцхак и сваево внука якоба и бэтмо якоб где нахудит сэцчас страна кинан на святой земле нет якоб нахудит сэцчас улаван арам нахарай там не распространяется это устаожение поэтому якоб не обязан соблюдать все законы и тора и поэтому он мог жениться на две сестры на лея и на рахель и тут рамбан дает доказательство страшное смотрите бог судит все тол как якоб вирн сав израэль тол как дай якоб вазрешай и цав страну израэль на святой земле перезэшла он ниво стрэшна и трагедия рахель маладая рахель всевол и трицит шест леб умерла это настоящая трагедия говорит рамбан почему перезэшла эту трагедия на святой земле израэль ау якоб распозпраняется обязательство его соблюдает все заповеди тора святой земле израэль не могла потерпить такая грубая нарушение законы тора и поэтому так случилось что кто-то из этих две сестры должна была уйти якоб должен оставаться с одной и поскольку лея была первая умерла рахель вторая это страшно подумает страшно подумает об этом но так говорит рамбан что поэтому это была основа почему якоб позволил себя жениться на две сестры но в пятий том в книге о лекоте сихот там существует очень глубокая интересная глубокая беседа рэбэ по поэту тема рэбэ не принимает слова рамбан вы знаете почему в главу ваишлах когда якоб отправила свои ангелы свои посланники стричат его брат ойсав он использует следующий слава им лаван гарти славан ежил приводит рашель это слава гарти говорит рашель тут не просто я жил славан конечно ты жил славан что ты хочешь здесь сказать айсав знает где ты жил говорит рашель слово гарти это слово тафрейш юд гиммэль если переводит тафрейш юд гиммэль в гимматрия к цифре получается 613 якоб говорит эйсав его первая декларация он говорит слушай эйсав ё правда жил славан но я там саблудал шэсо тринадцэт запа веди פה Патход который имеет рамбан этан якоб саблудал шэсо тринадцэт запа веди рамбан говорит де якоб саблудал шэсо тринадцэт запа веди И поэтому С прежде всего вопрос Если Яков Везде заблудал 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 Везде заблудал